Девушки отдыхают Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. А что есть в вашем лагере, чего нет в других? Хвастайтесь, заманивайтесь. Все равно больше всего у нас все-таки по бытовым каким-то вещам, это мы пытаемся улучшить, у нас не хуже, чем у других уж точно. А вот у нас больше, как традиционно сложилась, работа с детьми другая, другой принцип работы. Все строится на вожатых мероприятиях. Мы не привозим никого развлекать детей. Мы не привозим ни ансамбли, ни артистов, не выезжаем куда-то что-то посмотреть. Это не смогут сделать с родителями и сами. Мы вовлекаем самих детей во все мероприятия. Они сами для себя выступают. Эти эмоции, переживания и вот то, что они вкладывают в эти представления различного плана, там даже больше представлений, чем спортивных, ежедневные и отрядные. Прям каждый день у вас есть какие-то мероприятия? Каждый день. Каждый день до обеды, и после, и вечером. У нас нет такого, у нас каждый день много. Хватает ли времени подготовиться детям на три мероприятия целых? Вот настолько вожатые сильно работают, и уже часть детей реально подготовлены, потому что из года в год входят, что это все получается даже за один день очень серьезного уровня мероприятия. К нам приезжали с других лагерей, я понимаю, что нам завидовали. То есть вы можете поделиться опытом? Ну, сейчас модные кучеры. Вы можете устроить какие-нибудь курсы о том... Курсы хотели устроить, я обожала такими. Вот, видите, но мы знаем, что у вас есть бассейн. Бассейн – это, я скажу, тоже очень такой большой плюс. Плюс, но у нас с небольшим минусом очистной системы. А, то есть мороженое. Поэтому мы как бы ненадолго его только можем запускать на небольшое количество, потому что, ну, как по советским нормам, запустить воду, сделать очистку, ее поддержать небольшое количество времени. Не на весь сезон, понимаете, это. Потом слить и опять, как бы, вот такое. Ну, опять же, ваш лагерь находится рядом с Днестром, да? Это ведь тоже большой плюс. И практически в лесу. Ну, мы не совсем рядом с Днестром. Получается, Днестровские зори прямо на Днестре. А мы за дорогой, как бы за дамбой. И даже когда топило лагеря, то у нас лагеря никогда не торится. То есть у вас есть плюсы. Это есть плюсы, потому что, наверное, меньше комаров, нет? И комаров меньше. А как вы сейчас с комарами справляетесь вот в лагере? В лесу, в лесу? Ну, в этом сезоне понятно, да. А вот в прошлый сезон? Да, в прошлом году было хорошо. По комарам много. Подкормили там? Очень сильно подкормили. Там же и дожди были каждый год в прошлом году. В отличие от этого года, когда засуха, там было дождливое... Но вот сейчас можно не опасаться комаров. Нет какого-то серьёзного нападения комаров, даже никто не просит. Ни... Антикомарные. Антикомарные. Зелёненькие, да. Приспособления никто даже не просит. Это минимально. Я предлагаю поговорить о серьёзном. О еде. А, да. О чём кормите детвору. Кормим тем... Получается, у нас... Кормим тем, ни что дети хотят. Ни к чему не привыкли дома. То есть не такой жареной картошки, да? Нет, не жареной. Пельмешки. Пельмешки очень редко, потому что, опять-таки, они по самым нормам... Не очень подходят. Больше рыбы, но меньше пельменей. А рыбу дети, грубо говоря, половину могут... Просто не едят, не притрагиваются, потому что от слова рыба. Вот такая сейчас молодёжь. Рыбу не воспринимают. И просто... А мы обязаны её давать, потому что мы не утверждённые. Потому что это полезно. Потому что это фосфор. Утверждена, да, совершенно верно. По всем микроэлементам у нас же всё утверждается. И всё это должно даваться именно в примерных пропорциях. Которые явно... Дети такое не едят дома. И поэтому мы пытаемся там всё-то разнообразить. И то, что они любят, и то, что полезно. Но это очень тяжело. Достаточно много кар, достаточно много... Ну, слово полезных. Даже то же мясо говядина, которое они не любят. А оно должно быть в рационе и так далее. Но они по почте. Алиментов много. Фрукты постоянно. Фрукты, овощи. Даже лучше, чем в прошлом году. Так как в прошлый год был дождливый. И там всё время быстро портилось. Мало было. Сейчас как бы больше возможностей. Лучше сохраняется. Если в прошлом году больше было бананов, то в этом году у нас всё. От первой клубники до... Ну, до банана тоже. И яблоки, и сливы, и персик. То есть разнообразие большое достаточно. Скажите, а вы помните фильм был такой «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещён»? Да, да, помню. И там товарищ Дынин был, да? Вот вы как, товарищ Дынин. А помните, у него был график привеса по отрядам? Да, да, помню. Давайте вот прямо сейчас вспомним, как это было. Третьякова плюс 120 грамм. Ширяев плюс 140 грамм. Ерёвенко плюс 27 грамм. Второй отряд весь. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Следите за перевесом детей. Есть у вас кассовый аппарат и график роста по весу? Детей не взвешиваем. Не взвешиваем. Но в китайцах они там достаточно питания более чем. И они просто даже… Как думаете, когда домой езжает? Плюс 100, плюс 200 или а то и полкило? Полтонны, да? Да, полкило. Не знаю, это целая проблематика. У нас как бы… Помимо того, что у нас питание пятиразовое и полненькое… Пятиразовое питание, я бы хотел заострить внимание на это. И последний, второй ужин – это булочка, кефир, либо фидок, либо йогурт, либо мороженое. Это вообще во время дискотеки происходит, во время движения их. Они вырабатывают, они всегда съедают в основном. А вот все эти завтраки, обеды, ужин – завтрак неплохо. Обеды, ужины – тяжело у них идут. Еще к тому, знаете, что еще влияет? Что родители привезли ребенка на первый день, на второй день они уже приезжают с сумками. То есть они шли подкормить. Мы еду не запускаем, но вот всякие… То есть ничего, и начинаются вот эти чипсы, все запрещенные, которые мы просто не пропускаем жестоко. Только простейшие там сосательные, простейшие печенья без наполнительных, без шоколада, без всяких то, что портится. Никакого скоропорта. Дорогие родители, послушайте директора. Не надо ничего привозить. Хватает питания в лагере, да. На самом деле доверьте ваших детей поварам и качественному питанию, потому что уж лучше они съедят рыбу, чем эти чипсы, как мне кажется. Да, а так они перед едой едят что-то сладенькое, то, что привезли родители, и все. Сергей, давайте вспомним королевские ночи. Ну, по крайней мере, мы с вами точно, судя по возрасту, в них участвовали. Существует ли это сейчас, когда надо за ночь обмазать зубной пастой как можно большее количество представителей противоположного пола? Все дети об этом знают. Мы это жестко запрещаем, но не получается. Так как есть, как бы, ну, бывают такие случаи, очень редкие, но бывает. Сейчас очень много детей аллергическими болезнями разными. То есть паста может не подойти? И бывают вот какие-то раздражения такие, а они мажут же, куда попало. И в глаз, и куда только не может не попасть реально. И потом реально бывают иногда последствия. В общем, весело детям, а разлюбывайте все. Совершенно верно. И мы как-то максимально это уменьшаем, отбирая. Ну, дети тоже. Мы боремся, а они проходят. Найдут как вас обхитрить, да, просто. Но официально мы не объявляем их, конечно. Учет расхода зубной пастой. Зубной пастой, да. Можно, да. Хорошо, Ай, вы говорили про то, что вы гаджеты не забираете. То есть интернет у детей есть, да? Гаджеты мы забираем только в 23.00 до утра. А интернет есть? Обязательно. Интернет очень слабенький. Вай-фай, я имею в виду. Вай-фай очень слабенький. И мы его не собираемся улучшать. Это принципиально. Реально. Мы только для администрации сделали, чтобы работать. Я говорю, мама, хочу, конечно, пожать вам руку за это. На самом деле, да. Детей нужно все-таки немножечко оградить от гаджетов, как бы они этому не сопротивлялись. Совершенно верно. Потому что бывают дети, что все, он просто без той игры или другого уже жить не может. Он хочет уехать из лагеря, потому что ему нужно купить меч. А без этого меча он четыре дня его не может купить. Он просто все, у него жизнь разрушается. То есть вот это вот ломать. Меняйте ситуацию. Получается? Меняем куда-то во все их, когда они все-таки вовлекать во все мероприятия. И когда они все-таки вовлекаются, то потом нам звонят родители с жалобами, почему я не могу дозвониться своему ребенку два дня. Так мы этому радуемся. Мы этого добиваемся. Ребенок забывает. Забыл зарядить. Больше всего, потому что ему не нужно, потому что полагаю бегать с ним, сломая его. Нет смысловой нагрузки. То есть он вовлечен. Все. И потом, наконец, через два дня звонит. Да-да, мама, да-да. Все. И ложит. Вот это счастье. Это правильно. То есть он, наконец-то, отошел, ему не нужно ничего. Это прям бонус, на самом деле. Да, это бонус. Когда ближайший заезд? Расскажите, как к вам попасть и когда, собственно? Заезд 29 июля. То есть вот, в пятницу. В пятницу. Четвертый заезд. Так как у нас, получается, по социальной путевке государственной приобрело только на три заезда у всех лагерей. Не хватило больше денег. То четвертый заезд только платный за 3300 рублей. Кто еще не успел отдохнуть от ребенка или ребенок не успел отдохнуть от родителей? Да, но все в основном звонят и ищут именно социальные, которые по 612 рублей. Но их просто нет. Поэтому только за полную стоимость, если можно. Где можно купить путевку в лагерь? В принципе, есть телефоны. Можно по ним позвонить. И если у вас... Мы упрощили эту систему. Если у вас есть вайбер, телеграм, неважно. Мы отсылаем все реквизиты по телеграму, вайберу. Проплачиваются через любой банк, через интернет-банк, как угодно. И нам просто платежку высылают, чтобы мы фиксировали просто оплату. И потом только одна бумага при приезде требуется. Это справка от врача. Все. Срок две недели. Да, на 14 дней. Ну класс. Вообще программа замечательная. И есть чем позабавиться, скажем так. Особенно питание. Вот так поговорили. Сразу же захотелось в лагерке. Когда-то в детстве, но сейчас только либо детей, либо внуков, либо просто кино. Про лагерь посмотреть. Ну вот о кино буквально через пару минут. А пока, друзья, мы предлагаем порадовать себя сорбетом, десертом. Дело вкуса. Предлагают приготовить лимонный сорбет с кокосовым молоком. Напоминаем у нас в гостях Сергей Кокошко, директор детского оздоровительного лагеря «Виктория в мире Нештах». Сергей, были ли вы в детском лагере? И вот понравилось ли вам? Ну, помимо директорства, да. В детстве, первое впечатление от детского лагеря, я плакал и хотел туда уехать. Как долго? Но второе впечатление, когда я уже пошел в спортивный лагерь. Сейчас тот лагерь называется «Спартак», а он раньше был юность. И в нем я проводил и по две, и по три смены, когда была такая возможность. Вошли во вкус. Очень вошел во вкус, и мне реально очень нравилось. Но там, по сравнению с того периода лагеря и сейчас, то просто улучшились бытовые условия. Если там были домики на сваях и деревянные, и с дырочками. Они сейчас, мне кажется, останутся. Нет, они там уже поменяли. Уже поменяли, да? Тоже, да. То есть сейчас условия намного лучше и в бытовом плане, и в других. Во всех лагерях, в принципе, улучшились. Итак, сегодня мы вспоминали фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Вспоминали товарища Дынина. Так что, друзья, в эфире рубрика «А что это вы тут делаете?» У нас для вас есть вопросы, и вам нужно просто выбрать один из вариантов, который является правильным. Ничего сложного. Готовы? Давайте. Давайте. Фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», о котором мы сегодня уже говорили, постоянно был под угрозой закрытия. Вот что требовал режиссер фильма, чтобы фильм не закрыли? И варианты. Надо больше тратить деньги, чтобы нас труднее было закрыть. Первый вариант. Давайте дадим одну из ролей Хрущеву, чтобы нас труднее было закрыть. Ну или, например, подайте заявку на «Оскар», чтобы нас труднее было закрыть. Какой вариант выбирать? Какой вариант возможен? Первый. Первый. То есть надо больше тратить денег. Вы знаете, каждый день режиссер спрашивал, сколько мы потратили денег. Ему говорили, он говорит, давайте тратить больше, чтобы нас сложнее было закрыть. Да, вот такой факт. Совершенный подход советский нормальный. Абсолютно верно. Фильм какое-то время они пускали в прокат до того момента, пока Хрущев не сказал «давайте». Это же весело. И вот нас интересует, что случилось через пять дней после выхода фильма в прокат. На экраны. Итак, какие варианты? Варианты. Хрущева сняли с поста Генсека. Раз. Это один из вариантов. Через пять дней после фразы из фильма цитировали на пленуме ЦК КПСС. Вот тоже вариант. Или, например, через пять дней стали использовать в пионерских лагерях крапиву в воспитательных целях. Итак, первый через пять дней Хрущева сняли. Второй вариант стали цитировать фразы из фильма на пленуме ЦК КПСС. И третий, крапивой, стали воспитывать детей в детских лагерях. Буквально через пять дней. Я понимаю, буквально через пять дней. Ну, какие? Ну, либо первый, либо второй. Так, хорошо. Это правильно вы распространяете. Какой же первый или второй? Пленум или снятие Хрущева? Это прямо как будто мне подсказывали, что Хрущев сказал это самое. Хотя я хочется назвать второй, но как будто бы нужно назвать первый. Первый. Вам надо искать, играть в программе «Что, где, когда». Вы сможете сорвать серьезный куш. Третий вопрос. Третий вопрос. Есть еще один фильм, рассказывающий о жизни в летнем лагере. Он называется «Каникулы строгого режима». Знакомы с таким фильмом? Да, смотрел. Может, очень подробно, но видишь вкусно. У него есть два сценариста. Вот какой факт о них соответствует действительности? Поехали. Оба ненавидят детский лагерь. Такой вариант возможен. Один другому спас жизнь, когда тот тонул. Ну, или же один работал милиционером, а другой отсидел 12 лет. Мы помним. Да, сам фильм. Оттуда из тюрьмы бегут двое. Да-да-да. Один милиционер, другой заключенный. И тот заключенный, и тот. Но один милиционер, а другой преступник. Что выбираете? Первый. Они оба ненавидели детские лагеря. Второй. Один другому спас жизнь, когда тот тонул. И третий. Один был милиционером, а другой отсидел 12 лет. Как в кино. Неужели это эти варианты? Да. Вы представляете? Вот такой интересный факт об этом фильме. Так. Продолжим. И вошел в этот элемент и вошел в таком. Видимо, вот они и написали такую историю. Представляете? Идея сама. Теперь обязательно пересмотрите кино. По-другому будет смотреться. По-другому, да. Совершенно. Так. Об этом же фильме и продолжим. Да. Собственно. Вопрос. Где состоялся первый показ картины? В детском лагере Орленок. Или, например, в Федеральной службе исполнения наказаний. А может быть, на Каннском фестивале. Первый показ вообще, в принципе. А? Разброс. Тут можно просто включить. Разбросы вообще разбросы. Включить логику можно просто. Ну, смотрите, на три вопроса вы ответили совершенно правильно. Вот четвертый. Ну, кто-то должен... Должен. Нет. Не обязательно. Первый, второй или третий? Где? В колонии. В Орленок. В колонии и Ирканский фестиваль. В Орленок. То есть в Орленке? Да. Нет. Сами себе на карте. На самом деле, первый раз показали. Где? В Федеральной службе исполнения наказаний. В принципе, все логично. Да, логично. Ну, что ж. Я еще хотел бы отметить небольшой факт, что у вас в лагере присутствует Инстаграм. Теперь, да, можно следить за жизнью лагеря. Очень активно, да. Кто туда грузит фотографии? Есть молодые, креативные. Не все имеют право. Все-таки есть те, кто руководит этим. Администраторы Инстаграма, скажем так. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо, что нашли время для того, чтобы побывать у нас. Давайте напомним, что ближайший заезд, друзья, 29 июля. Июля, да. Да, поторопитесь. Я думаю, что отдых детей все равно у реки, не знаю, сколько метров, 200 метров до реки, в лесу, на воздухе, с пятиразовым питанием, без телефона. Вот здесь три восклицательных знака, да. С минимальным использованием, так сказать. Да, с минимальным использованием телефона родителям дети дозвониться смогут, но не так часто. Да и вы отдохнете на самом деле. Итак, в пятницу 29 заезд, поторопитесь. Ну, а мы вам говорим до новых встреч. Всего доброго. Спасибо вам. Вам спасибо большое. До свидания. А мы попробуем пошить сумку для пляжа. Катя Воронченко с подробной инструкцией. Редактор субтитров А.Семкин